Вышел, открыл почтовый ящик, оттуда жаба выпала. Где тут жаба эта? Где-то тут только что была. Уже спряталась что ли? Вот она сидит. Пожалуйста. И вот как? Как жить в Австралии, да? Вы боитесь жабы? Значит вам в Австралию не надо. Ну вообще милая, в общем-то. Какие проблемы? Сидит птичка на столбе. Озвучивает. Просто так. Тут народ ходит. Ну давай птичка, скажи. Господа, обычная парковка. Обычного большого магазина. Никого нет. Вот мы когда шли в магазин, а эта машина стояла. Вот она, обратите внимание. И когда вышли из магазина через полчаса, она опять стоит. И еще обратите внимание, что на ней удочки. Их можно спокойно так вот взять и уйти. Однако вот вам по поводу преступности у нас здесь. Ну вот магазин сам по себе. Взгляните на инвалидов в Австралии. Это мы сейчас находимся в магазине возле кассы. Я там кратко снял их. Посмотрите на их тачки. Да? Электрические, с номерами. У некоторых даже сверху бывает такой типа домика, знаете, с накрывашкой. Он пульт управления, гляньте какой, с электроникой. Вот семья пришла в магазин. Пожалуйста. О, какая пчелка. Кузнеца схватила и тащит. Это типа осы, но она очень большая. Она где-то раза в два с половиной больше, чем оса. И вот нашла кузнеца. Или поймала. Никто не знает. И на дорожке с ним бродит. Пытается его куда-то утащить. Скорее всего, она будет его зарывать в норку. Откладывать в нем яйца. Это будет пища для следующих потомков. Потому что осы просто едят таких этих зверей, так сказать. А эти, скорее всего, живут поодиночке. Это очень похоже на одиночную осу. И вот будет чем питаться. Вот только нельзя ее оставлять на дорожке, потому что ее могут затоптать. А дорожка, видите, какая. Она прямо на середине лежит. Ну вот, наверное, сейчас потихонечку отползет. Сколько в ней размер? Где-то около трех сантиметров. Может, три с половиной. Довольно большая козявка. Еще одна австралийская действительность, господа. Видите парк? Мы сейчас находимся в самом центре Брисбена. И вот народ сидит, тут лежит и вообще отдыхает. И вот огорожено дерево, да. Смотрите, для чего оно огорожено? Потому что здесь птичка сидит на гнезде. Это так называемый стон кюрли. Каменная птица. Видите, для нее конкретно огородили. А где-то второй, я думаю, что это самка, скорее всего, самец где-то тут в кустах сейчас бродил и на меня шипел. А вот в том же парке, гляньте, фонтанчик. В фонтанчике всякие жабы плавают, чего только нет. Но если присмотреться в кустах, здесь водятся курицы. Это болотная курица. И вон, взгляните, мелкие-мелкие курята, цыплята. Вылупились. Причем это все дикое. Это все сюда просто прилетает. Видите, вон ходят. Мелкие-мелкие. Сейчас, может быть, выйдут. Их не видно за зарослями. Но у стрекозелы тут больше размером. Вон они. Вон двое. Здесь их много на самом деле. Просто они в кустах сидят. Господа, купил я вот в местном магазине в австралийском такую штуку, да? Смотрите. Вроде обычная. Это для дырки вентиляционной. Но обратите внимание на надпись. Сделанная в Украине. Вот это поворот. Сидим, смотрим телевизор. Вечер. Прилетела моль. Посмотрите, какая. Посмотрите, размер моли. Да, вот мой палец. Ужас. Австралийская природа, конечно, это жуть. В Австралии червяки огромные. Плавают прямо вот у вас в бассейне. О, какой червяк. Дай, будешь меня током бить, нет? Ну, мяконьки. Склизки. Послушайте звуки. Мы находимся сейчас в Гулкости. Это город. Сейчас вот машина проедет. Слышите, как птица переговариваются? Красота, правда? Не смог удержаться вам, не снять вот эту машину. Гляньте, какой ужас. О, народ у нас ездит. Смотрите, полная машина какой-то фигни. Краски тут фиг поймешь. Внутри грызюка страшенная. Снаружи тоже грызюка. Ничего не заперто. Все вот так просто стоит. Сверху ветки какие-то. Жуть. Ржавый этот самый тоубар. Вот, господа, что-то меня укусило. Видите? Типа синяка. Думал сначала, что это синяк. Что просто ударился. На самом деле нет. Во-первых, не болит вообще никак. Во-вторых, на мне вообще синяки обычно не организуются. Вот. Ну и распространяется потихонечку. То есть это явно укус. Это типа паука, наверное. Во, какую штуку нашел. Смотрите, кокон интересный. Из листиков сделан. Уже немного засохли эти листья. Стали красными. Ну прикольно. Я не знаю, кто там живет. Трогать это не хочу. Лезть вовнутрь не хочу. Ну, скорее всего, какая-то гусеница. Что я вам, собственно говоря, хотел показать. Это мой дом. Цель этого видео не иллюминация на моем доме, а одна вещь. Смотрите, 11 часов вечера. Да? Ночь. Гляньте. Гараж открыт. Куча каких-то там вещей. Все это на виду. Бери не хочу. Это вот по поводу преступности у нас здесь. Давайте пройдем чуть дальше. На следующий. Смотрите, гараж открыт. Все пожитки. Все видно. Надеюсь, что вам видно, потому что ночь. Тут очень темно. Вот, пожалуйста, бери. Одежда висит. Какие-то там грабли, инструменты, шланги, чего только нет. Все вот оно. На Голкости есть интересный ресторанчик. Тут есть пиво, вот всякие интересные закусочки. Самое прикольное в том, что вот это блюдо одно стоит 12 долларов всего лишь. А оно гигантское. У меня гигантское. А, ой, 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 ой. Кто это? Кто это? Почему? Вот. Но прикол еще в том, что пиво стоит примерно так же, как это блюдо. Вот это вот плохо. Ну, пиво бочковое. Ну, да, но не 12 баксов. Ну, да. А в городе учат танцам. Вот так просто. Ущественный туалет в торговом центре. Ну, ладно, тут музычка и так далее. Ну, вот видите, для маленьких писсуар и для маленьких есть унитаз маленький. Утро. 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 Продолжение следует...